Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пранько. Начинаем наш большой вечерний интерактивный канал «Реальное время». В этом часе у нас гость в студии прямого эфира. В следующем часе с 20 до 21 мы с вами подводим итоги дня. Я выбрал сегодня четыре темы. Как мне представляется, они очень важны, каждая в отдельности, да и в совокупности, в общем-то, они характеризуют нынешнюю ситуацию в нашей стране. Но об этом через час. Напомню, средства коммуникации. Многоканальный телефон, его номер 65 10 99 6, код Москвы 495 для звонков. И финам.фм, это наш портал в интернете для ваших писем. И там же идет прямая веб-трансляция. То есть вы можете не только слушать нас, но и смотреть. Сегодня мой гость Геннадий Гудков, депутат Государственной Думы России, член фракции «Справедливая Россия». Главный, я бы сказал, ньюсмейкер сегодняшнего дня, но не по собственной воле. Геннадий Владимирович, вечер добрый. Добрый. Давайте начнем все-таки с главного, да, с того, что если верить коллегам, которые сегодня распространяли информацию в течение дня, Следственный комитет России просит Государственную Думу лишить вас депутатской неприкосновенности. Вас обвиняют по меньшему мере в нарушении Конституции Российской Федерации, закона о депутатской... А, да, ну то есть там, в общем-то, полный набор для обвинений, я хочу услышать... А можно я задам, как непрофессионал-профессионал вопрос, а в связи с чем меня просит Следственный комитет Государственной Думы лишить депутатского иммунитета? Но я так понимаю, что... Не-не, в связи с тем, что они сделали? Вы нарушили... Нет, то, что нарушили, не является основанием для иммунитета. Предположим, я нарушил. А в связи с чем они вот? Незаконная предпринимательская деятельность. Не-не-не, теперь рассказываю всем удивленным радиослушателям, как вообще нужно действовать в правовом демократическом государстве. Российском? Нет, вообще, в нормальном правовом государстве. Некий орган получает данные о совершении преступления. Он проверяет эти данные и принимает процессуальные решения, либо заводить уголовное дело, либо отказать в уголовном деле. Заводится уголовное дело, следствие начинает работать и убеждается, что один из свидетелей, главных подозреваемых, обладает спецстатусом, спецсубъект, так называемый. Это прокурор, судья, депутат, там еще кто-то, да? Они что делают? Они звонят или там выходят на депутата и говорят, слушай, там Гудков такой-сякой, ты будешь следствию рассказывать, что ты там натворил на Луне и на Марсе? Он говорит, применительно к Марсу и сегодняшним событиям, это тоже актуально, да? Да, 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 да. Вот, там какой-то приборчик наш один, говорит, работает из 3056, но неважно. Тогда следствие что делает? Я, например, ну депутат отвечает, не, говорит, у меня статус, ксива, значит, все, ну вас нафиг. И тогда они действительно выходят в парламент и говорят, вы знаете, вот ваш такой представитель следствию мешает, не дает. Без его допросов, без его опросов мы не можем дальше двигаться и установить истину. И не можем дальше провести качественное расследование. Дайте нам, пожалуйста, возможность его, как простого гражданина, допрашивать, опрашивать, требовать документы, задерживать, если необходимо, проводить следственные эксперименты и прочее, прочее. То есть запустить процедуру по полной, да? Конечно, да. Вот я до сих пор, до сих пор не знаю, что они там делают. Следственный комитет со мной общается исключительно изоповым языком через средства массовой информации. То есть, подождите, ни разу вам не позвонили? Ни разу мне не позвонили, ни разу не задали вопрос, хотя у меня вот сейчас здесь находится мобильный телефон Маркина, а у него мой мобильный телефон, которым мы обменились давно-давно. Ну, может быть, не могут найти? Ну, может, он сейчас сменил мобильный, я не пробовал. Вот, то есть, в любом случае, мне можно позвонить, сказать, Геннадий Ильич, а мы хотели бы уточнить истину. Вообще, мы хотим объективно провести расследование, моля вот этого болгарского уголовника. И вообще, у нас есть вопросы, на которые хотелось бы, чтобы вы ответили. Да, я по дури каюсь. Один раз сам позвонил в следствие, узнал, что следователь Степанов вызывает всю мою семью до седьмого колена, хочет побеседовать, но это тоже нормально у них в технологиях. И я позвонил в следователь, говорю, Евгений Анатольевич, а так и так, а может быть, вам есть смысл начать с меня? Хотите, я приду, расскажу вам. Может быть, какие-то вопросы у вас сразу снимутся, отпадут. Может, наоборот, вы там... То есть вы не убегаете ни от кого? Да я же говорю, я сам 20-го числа пришел к следователю Степанову, которому мы мило три часа с лишним побеседовали, обменялись, так сказать, той информацией. Больше всего его интересовал состав моей семьи до седьмого колена, включая жену-брата, который он развелся там в 80-х годах, вот, для того, чтобы с ними, видимо, побеседовать. Как их найти? Либо для того, что я еще пошутил, говорят, что до будущих обысков, он говорит, я надеюсь, вам не откажешь чувство юмора. У нас такой нормальной товарищеской беседы. Вот. В это время, пока я добровольно пришел к следователю, мы с ним составляем график, когда члены семьи могут ему явиться, побеседовать. В этот момент четыре человека ФСБшников, мою жену с шестилетним внуком, пытаются усадить в машину, правда, культурно вежливо, без хамства. И говорят, у нас нет срочнее дел в государстве, нет важнее задачи и борьбы с преступлением, нежели вас доставить к следователю. Потому что ему вообще некогда. Вообще просто вот. Она прилетела на один день, то есть это была демонстрация всесилия. Мы тебя, Гудков, контролируем, твои телефоны слушаем и плевать хотим, ничего не боимся, потому что нас крышует сам Кремль. То есть они явно показали вот то, что ты никто, а мы все. Но они, может быть, они, в смысле, вот те люди, которые, по идее, вам должны задать вопросы, они соблюдают закон, у вас же депутатская неприкосновенность, они же не могут нарушить закон. Поэтому они, ваших родных, близких... А снимается депутатская неприкосновенность тогда, когда необходимо провести мероприятие по делу, а они не могут. Ну в чем логика-то? В чем логика? Вот есть преступление, мы считаем, что задействован там судья, прокурор. И мы просим снять с ним вот эту неприкосновенность, чтобы мы могли провести следственное действие. Дело завели? Вот читайте сообщение Маркова. Завели дело? Пришли к основанию. Есть дело? Нет. Есть там свидетели, обвиняемые, пострадавшие в этом деле? Есть? Нет, в сообщении ведомства говорится о том, что вот вы нарушили незаконно... Марков юрист. Занимались незаконно по правительству. Марков не политик, это Гудков может говорить политическим языком. Марков, он юрист. Да. И он обязан говорить юридическим языком, что по полученным материалам в ходе проверки установлены какие-то факты, которые послужили основанием для заведения уголовного дела, для проведения более качественного расследования, нам необходимо допросить Гудкова, 1, 2, 3, 5, 10, нам нужно произвести такие эксперименты, вообще провести 10 обысков, 15 задержаний, не можно. Но на ваш взгляд, почему они до сих пор вот непосредственно на вас-то не вышли тогда? В чем причина? А это не нужно. Вы же не бегаете, мобильник о ней ваш знают. Ведь сейчас Маркин сработал как пропагандист власти. Вот ему нужно измазать Гудкову там краской черной, да? Ведь уже граждане не понимают, что предпринимательская деятельность, это деятельность менеджера. Вот подписал контракт, подписал приказ увольнения на работу, принятие увольнения на работу, подписал финансовый документ. Но это решение, да. Это распоряжение, да. Бизнесом владеть можно. Вот смотрите, я специально взял айпад свой, я как чайник научился все-таки им пользоваться. И я взял список десяток самых богатых депутатов. Вот она. Пожалуйста. Вот первый депутат Аникеев, Единая Россия. Заработал за год, можно позавидовать, 1,9 миллиарда рублей. Неплохой доход для семьи. Владеет там кучей предприятий и так далее и тому подобное. Второй депутат Николай Борцов, Единая Россия. Третий депутат, Единая Россия. Вот четвертый у меня открыт. Ох, что же я сделал-то? Ёлки зеленые. Все-таки Геннадий Ланюш еще не очень хорошо. Чайник, чайник. Пользуется. Чайник. Вот мы открываем депутата Зубицкого, например. Хороший человек, я к нему нормально отношусь. На четвертом Борис Зубицкий. Бывший директор и совладелец Кемеровского завода коксохимического. Ранее у него доход был 1,9 миллиарда рублей. Но что-то там продало, уменьшилось. Сейчас у него доход всего 677 миллионов рублей. Ну, это же не зарплата. Это же не гонорар за книги. Это доход от владения бизнесом. Что является абсолютно легальным в нашей стране. То есть, когда Маркин говорит, что Гудков является акционером малого предприятия «Коломенский строитель», торгующего мылом. Вы на самом деле являетесь акционером вот такого предприятия. Я являюсь владельцем «Коломенского строительства» — это малое предприятие с оборотом 12 или 13 миллионов рублей в год. Оборот валовый выручен. Ну, что-то совсем скромно. Да, но не дотягивает даже по критерию мелкого предприятия. И это предприятие существует не вовсе, там я в 2008, как Маркин говорил, очередил. А оно существует еще с незапамятных соминских времен. Было здание «Ремстрою управления», где сидела контора, и там люди звонили, не могли добиться ремонта своего жилья. И вот в этом здании располагается с 99-го года мой штаб. Ну, а так как я сидел и был там арендатором моей структуры, значит, предложили мне это все выкупить там в определенный момент, когда были крысы, когда людям нужны были деньги. Я за очень недорого всю эту хрень выкупил. А там еще на территории маленькой 0,7 гектара я вот обязательно сделаю пресс-тур «Коломенский строитель». Не забудьте позвать. Поедете? Поеду. Вот я, честное слово, у меня сегодня сын приехал, дал вот эту идею обязательно. Пресс-тур, мы поедем на, как там писано, крупнейший торговый рынок Подмосковья, и где-то там расположен гигантский мебельный центр. Вот пусть журналисты съездят, посмотрят, и пусть они сами расскажут людям, как врет Следственный комитет. Геннадий Гудков сегодня в реальном времени, продолжим после краткого выпуска новостей. 19 часов 16 минут, это реальное время сегодня у нас в гостях на Финам-ФМ Геннадий Гудков, депутат Государственной Думы России, член фракции «Справедливая Россия». Я хочу продолжить дальше тем-то вашего предпринимательства, в коем вас обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности. То есть вы действительно, говорите, вы имеете собственность, вы имеете активы, вы владеете. Более того, я ее честно декларирую в своих документах, которые я сдаю налоговую инспекцию, их печатают, каждый раз их проверяют перед очередными выборами. То есть их же проверяют, там ФСБ сидит, там налоговая инспекция, какие-то еще. То есть об этом вы сообщили не вчера и даже не позавчера. Ну последние 9-10 лет, это точно всем известно, это общеизвестно. Можно сейчас войти в интернет, найти, допустим, там доход, декларация о доходах депутата Гудкова, и там на протяжении какого-то года они все выстроятся в ряд. Это общедоступная информация, не нужно никаких следственных экспериментов проводить, не нужно никаких там хитроумных комбинаций. Для этого просто нужно читать и иметь хотя бы человека, который знает, как пользоваться чуть-чуть интернетом. Все, больше ничего не надо, никаких следственных дел. А еще проще, позвоните и спросите, Геннадий Ильич, вам инкарминируется тот, это так или не так? Объясните, расскажите. Но никаких попыток до сегодняшнего дня следственных комитетов нет. Вот вы мне публично скажите, если официальная СКР, там, я не знаю, направит вам уведомления или приглашения, или повестку, как это правильно там называется, о том, что у них есть вопросы, и они хотели бы их вам задать, вы готовы прийти? Я уже ходил, конечно, я и сказал, что если есть вопросы, ребята, звоните. То есть вы бегать не собираетесь? Куда же побегут? Зачем? Ну не знаю, может быть, за пределы страны. 50 лет вел нормальную жизнь, честную, боролся со всякой швалью, боролся со всякой мерзостью, и теперь я буду бегать? Не тот вот, вы знаете, почему генерал не бегает. Хорошо, ваша версия, почему это все происходит, что это? Ну, несколько месяцев назад в администрации Кремля прошло совещание, на котором был составлен перечень врагов народа. Вот прям так? Да. Врагов народа? Да, ну, был составлен перечень тех, кто мешает власти, в первую очередь. И на этом совещании по каждой кандидатуре, оно не одно было, а их несколько, отрабатывались механизмы взаимодействия. По мне был разработан план, ну, там, Навальный на первом месте, по злобности, видимо, как они его оценивают, или там, по эффективности, уж не знаю, по каким параметрам. А по мне был составлен план, который состоит из трех этапов, и мне об этом было известно уже заранее, давно. Я долго молчал, но теперь расскажу. Первый план – это было разрушение бизнеса. То есть, Лугуткову нужно одобрать оружие, он слишком опасный, и выбить из-под него экономические подпорки, пусть как все на трамвае ездят. Я не против, да, ну, в общем-то, я 20 лет, так сказать, просто жалко 20 лет труда компаний, которые создали лучшую компанию. Вот мы сегодня, вот сегодня власть уничтожила лучшие предприятия российской индустрии безопасности, лучшие. Ничего лучшего. Его больше нет. К сожалению, ну, оно есть, но оно потеряло самые важные составляющие – оружие, клиентскую базу и многое другое. Но это был первый этап. Второй этап – это личный удар по Гудкову старшему. Значит, нужно добыть, нарыть задание координаторам, да, и постараться убрать его из Думы. Это второй план, второй этап. И третий этап – это нарыть, посмотреть, что можно сделать, чтобы удар по детям, как мне сказали. Но я думаю, что это все-таки старший сын, поскольку он тоже депутат Госдумы. Был определен координатор этого процесса. Координатором процесса была назначена Федеральная служба безопасности, которая должна была координировать деятельность других силовых и правоохранительных структур, сама, оставаясь несколько в тени, хотя в последнее время они просто в наглую вышли на первый план. ФСБ должна была координировать следствие, полицию, другие службы. И они должны были также обеспечивать всю эту незаконную антиконституционную деятельность нарушкой, прослушкой, техническими способами и прочим. Что они, в общем-то, и делали. То есть вот это задержание в аэропорту, попытка задержания жены с внуком – это просто демонстрация, что они все контролируют. Потому что она специально приехала на один день на свадьбу к Дмитрию. Она приехала в пятницу 20-го, у нее свадьба 21-го июля. И, естественно, знали только мы с ним. Да и, ну, может, один-два человека по телефону мы договаривались. Поэтому, когда она прилетела, было понятно, что они специально демонстрируют все силы, все дозвольности. Вы предполагаете, что вас прослушивают? Я, Юрий, ну, в моем возрасте не надо думать и предполагать, надо знать. Я знаю, что меня прослушивают. Я знаю, что… Я знаю подразделения наружного наблюдения, которые по мне работают. Я знаю, что они делают. Я не исключаю, что и сейчас этот разговор наш с вами… Ну, понятно, что он в эфире, но, тем не менее, он еще пишется на какой-то другой микрофон. Вот поэтому я это все знаю. Но, естественно, сейчас вот они… Я на втором этапе. Команда «Единой России» дана снять с меня депутатскую неприкосновенность. И они будут сейчас в нарушении регламента выносить это на гласное голосование, чтобы насмотрщики посмотрели, кто как голосует, не дай бог, потому что тайным голосованием не пойдет. Но вроде сегодня представители «Единой России» сказали, что они не собираются вас лишать, пока нету запроса генерального прокурора. Ну, прекратите. Мы не в детском саду. Мы, знаете, у нас в России не по паспорту бьют, а по морде, да? Нет запроса. Будет запрос. И Чайке скажет подписать. И никуда он не денется, потому что прокуратура сегодня превращена в структуру исполнительной власти. А все это происходит, потому что власть отрабатывает методику, как противодействовать этому протестному движению. Это главное. И вот там те люди, которые… То есть причина в том, что вы имели свое мнение, то, что вы активно участвовали в протестном движении… Ну, началось еще раньше, потому что начался сбор компромата на меня с августа прошлого года. Это была некая обида ФСБ и МВД. ФСБ обиделась на мою критику ряда законов, в том числе там по экстремизму, терроризму, особенно по официальным предостережениям. Потому что идиотский закон, другому не скажешь. А МВД, часть сотрудников там, понятно, была нашарохана руководством МВД, Ругалиевым, хоть там не очень был популярен, но тем не менее. И это связано было с критикой реформы, с критикой законов о полиции и требованием министра в отставку. Тут еще добавился Громовский фактор, Департамент региональной безопасности. Взахлеб работал против Гудкова. Не только этот региональный департамент безопасности, но и там управление печати и прочим. То есть все сошлось. Начали собирать на меня информацию вот с прошлого августа месяца. Ну а когда уж пошли болотные митинги, после фальсификации вот этой чудовищной, которую Чуровской товарищей устроили вместе с властью, то, конечно, тут все это, как говорится, легло, лыков строку легло. И я уже знал давно о том, что против меня готовятся мощные репрессии, об этом мне много людей предупредили. Все-таки там есть еще люди с совестью, с честью, с добленностью, или, по крайней мере, с остатками. И они меня предупредили, в том числе о прослушках, о нарушках. Более того, в феврале была жесткая команда дана прикомандированному Каскорду офицеру безопасности, Федеральной службе безопасности, срочно уволиться. Что он и сделал. Сказали, что будем мочить. Ну и как только вот инаугурационные раскаты гимнов стихли, тут же начались репрессии. Я думаю, что поводом для репрессии, оправданием для репрессии, явилась провокация, которая была устроена 6 мая. И если сперва я думал, что это провокация радикальных элементов, которые внедрились в ряды манифестантов, то у меня сейчас крепнет все больше и больше уверенность в том, что это организовала сама власть. Почему я так думаю? Во-первых, ни один из задержанных не обвинен в том, что он что-то организовал. Потому что прорыв, пытались, прорыв ОМОНовской цепи был организованным, и там в нем участвовало, ну, я это видел собственными глазами, несколько десятков молодых людей, мужчин. Ну, молодых ребят, мужчин. Никаких там этих Духаниных не было, Бароновых там никаких не было. Тем более там Пономарев никуда ничего не призывал. Ни один человек не найден, ни один человек не установлен, ни одному не предъявлены претензии. Хватали тех, кого хватали. Ну, потом уже там началась Махаловка, там было и хватали, кто и прав, и кто виноват. Хватали всех. Вот, поэтому плюс подготовились. Вот никогда я не видел такого чудовищного, ужасного по внешнему виду оцеплений, как это был 6 мая. То есть все в этих влатах закованы в пластике, в брониках, в шлемах. То есть знали, что будет провокация, и к ней готовились. Поэтому вот мне четкое впечатление складывается, что вот эти молодые люди, которых кто-то якобы из прессы даже видел за спинами ОМОНовцев, потом их якобы впустили в толпу, это была провокация власти, чтобы оправдать нынешние политические репрессии, которые уже начаты в стране. Вот смотрите, вы говорите о том, что в нашей стране, как я вас процитирую, да, бьют не по паспорту, а по морде. Если вам стало... Ну, да, если стало известно в августе, да, прошлого года, что... В августе прошлого года, да, компромат, якобы компромат начался. ...начал раскручиваться. Ну, это по мне, по мне. Вы не попытались переговорить с теми людьми, которые... Пытался, нет, ну почему же? Я человек, настроенный на... Я просто вас не отношу к радикалам. Да я сам себя никогда не относил. Вообще, я все время предлагал переговор. И я 18-го числа выступил в ноябре прошлого года в Думе с предложением не загонять народ в угол, чтобы народ не вышел на улицу. Но меня тогда шикали, говорили, попробуйте только выйти, никто не выйдет, ха-ха-ха. Прямо там в зале заседания? Там в зале, да, речь мою перебивали. Ну, это можно посмотреть, в Ютьюбе есть там, что-то очень много просмотров. И я-то предлагал власти как раз отказаться от этой порочной практики, тотальной фальсификации выборов. Но там ребята закусили у дела, они, в общем-то, считают, что они поняли, что они другим способом не выиграют. Тогда Единая Россия была на минимуме вообще таком. И совершенно очевидно, что там больше 30-32 процентов они бы не получили. А как же потом теперь расправляться с депутатами, как вот сейчас они делают, там, с Бессоном, с Гудковым, далее, везде. Нужно большинство, как проводить антинародные вот эти законы ужасные, там, по митингам, по клевете, по оскорблению, сейчас еще почему-то, как проводить всю эту вот хрень, это, вернее, большинство было бы невозможно. Поэтому боролись, естественно, отчаянно. Недаром Чурова наградили за фальсификацию. Вот поэтому, конечно, переговоры были бы лучшим выходом. И я их предлагал прямо аж с 10 декабря. Я имею в виду, Игнат Иванович, простите за уточнение, я имею в виду неофициальный переговор. И неофициальный. Вы неофициально пытались? Были неофициальные переговоры, много, я не буду называть фамилии, по-моему, я имею привычку не называть, встречался с очень высокопоставленными разными людьми в Кремле. Но у них какая-то странная логика. Они говорят, Гена, отойди отсюда, не мешай, мы что тебе, мы что-то плохого делали, что хочешь там, давай подумаем, что там сделать, ну вот какие-то. Не поддерживай, с кем ты там связался, с такими-сякими, немазными, сухими, фамилии тоже не называют. То есть, если вы отошли бы в сторону, в общем-то... Ну, конечно, да, да, да. Вот, я говорю, ребята, я не из-за этого, там кто-то сихие, сухие, немазные какие-то и прочее, я ведь не из-за этого. Ведь все-все потеряют, когда в России начнется общая свалка. Неужели вы не понимаете, что люди выходят там, ни на Гудкова, ни на Навального, ни на Удальцова, они выходят, потому что, ну, устали от вранья. Что мы отвечали? Они говорят, а почему мы должны с вами садиться за стол, переговоров, кто вы такие есть? Ну, даже если, предположить, по вашей арифметике вышло 100 тысяч человек за нами, что это такое, за нами 100 миллионов. Кто вы такие есть? Почему мы должны с вами? Не будем мы с вами разговаривать ни о чем. Что вы хотите? У вас даже нет единых требований у нас. Есть единые требования. Это изменение полностью избирательного законодательства. Изменение этих комиссий, жуликов от выборов. Это перевыборы парламента. Это проведение политических реформ, в том числе прямые выборы и так далее. Мне один товарищ очень высокопоставленный вдруг говорит. Вот по новому законодательству мы согласны. Ну, как мы будем с вами обсуждать? У нас нет формата. Я говорю, ребят, извините, но пусть президент уполномочит кого-то. Вот вам появляется формат. Нет, мы на это не пойдем. Он на это не пойдет. Я говорю, перевыбор парламента. Этот вопрос обсуждаемый. Я, честно говоря, так от удивления, как Клара, ты сейчас раскроешь клюв от удивления. Помните, из мультифразы? Я раскрыл, как ворона, клюв от удивления. Я говорю, этот вопрос обсуждаемый. Я говорю, давайте обсуждать. Путин нужны гарантии. Я думаю, что общество ему даст такие гарантии. Пусть он там правит до 18-го года, при условии, что он заявление сделает, что он больше после 18-го года не пойдет. Он же устал, как раб, на галерах пахать. Можно договориться. Никому не нужна война. Никому не нужна радикализация протеста. Никому не нужны столкновения. Никому не нужны коктейли молоту, разбрасываем там щедро по всем крупным городам. Абсолютно никому. Но сегодня вокруг президента доминирует мнение, что нужно мочить в сортире лидеров оппозиции. Это является доминирующей, агрессивно воинствующей точкой зрения. Сегодня доминирует. И мне кажется, что Владимир Владимирович больше нравится эта точка зрения, нежели точка зрения тех людей, которых я тоже знаю. И тоже высокопоставленные люди во власти, которые говорят, нет, надо, конечно, какой-то разумный, переговорный, конструктивный процесс. Их меньшинство. Их, к сожалению, сегодня меньшинство. Их, может быть, не меньшинство, но они дальше от тела. Ведь у нас российская политика определяется близостью к телу. Вот Потемкин был очень близко к телу. Он делал все, что хотел. Как стал чуть дальше от тела, там другой фаворит появился. Его могущество закатилось. Поэтому близость в условиях абсолютистской власти, абсолютной монархии, которая у нас есть, конечно, близость к телу определяет черты внутренней, да и не только внутренней, внешней политики. Геннадий Гудков сегодня в реальном времени на Финам.ФМ. Ваши звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495. Ваши письма на финам.ФМ. Там идет и прямая веб-трансляция. Продолжим после краткого выпуска новостей. 19 часов 31 минута. Реальное время. Финам.ФМ. Геннадий Гудков сегодня отвечает на мои ваши вопросы. Письма на финам.ФМ. Там и веб-трансляция идет прямая. 65 10 99 6, код Москвы 495, номер многоканального нашего телефона. Геннадий Гудкович, а как ваши партии, ваши фракции «Справедливая Россия» восприняли все последние события? Вы как предполагаете, с вас неприкосновенность снимут? Я не знаю, как вас приняли. По крайней мере, Миронов в одном из комментариев сказал, что детскому обиду не дадим. Но посмотрим. Думаю, что это искренне совершенно сказано. То есть вы с ним не встречались? Ну, вот так пока как-то не получилось. Но у него, в первую очередь, он был там 10, по-моему, дней в отпуске. Я думаю, что мы встретимся, переговорим, но то, что это политическая расправа, я не один в этом ряду. Понимаете, что меня поддерживает, что это не только в отношении Гудкова, это в отношении, допустим, того же Удальцова. Но совершенно подлая эта девица, низменная, мерзкая, которая врала правосудия за это, ведь она совершила уголовное преступление. Она лже свидетельствована на процессе. Ее надо арестовывать и отправлять, ну, может быть, не в места отдаленные, пусть она хотя бы улицей метет. Все это понятно. Пленка есть, где она там счастливая, такая радостная, что ее там Удальцов то ли толкнул, то ли щипнул, то ли что-то еще. Когда она бегает по всем знакомым, говорит, прикинь, я-то его смотри, это уже Удальцов. Представляешь, это вся пленка, все посмотрели, все, кто хотел. В отношении Удальцова, в отношении Навального. Ну, это вот все то, что вот прошло на судебных процессах, заслуживает отдельных уголовных дел на судей, на следователей. Это злоупотребление служебным положением. Тоже есть статья, сейчас не помню по номеру какая, предусматривает лишение работ, права работы и уголовного наказания. Это же вообще безобразие. То есть, это никакого права нет. То есть, власть показывает, что она идет по беспределу. Вот извините, что я такие термины 90-х годов использую. По беспределу идет, по понятиям. Никакого такого там закона. Посмотрите, по пусть и райет по этим же. Ну, глупые девчонки. Конечно, совершили отвратительный поступок с точки зрения морали. Но это же не преступление. Ну, что же вы творите-то? Потому что они спели «Богородица, забери Путина». А если бы сказали «Богородица, похвали Путина», их бы еще и наградили русской православной церкви медалью какой-нибудь. То есть, понимаете, вот это все Навальный, там, Пусси Райт, Удальцов, обыски Ксении Собчак, там, что они деньги-то отняли у нее? Что, хотят, чтобы она поделилась, что ли, с ними? В доли лезут. Вы слышали, чтобы у нас было запрещено к обороту в России денежные средства? У нас ведь на обыске занимается либо имеющая отношение к уголовному делу, коим она никакого отношения абсолютно не имеет, либо запрещенные к обороту вещи в Российской Федерации. Если бы у нее были ядохимикаты, наркотики, которые там, если бы у нее были там какие-нибудь, не знаю, экстремистские литературы или еще что-то, можно было и нужно было изымать. Вам известно, кто вот за этим всем стоит? Да. Кто? Известный департамент внутренней политики, администрация президента, руководитель администрации президента. Наверное, они согласовывают свои действия с нашим лидером нации. То есть, вы считаете, что президент не просто в курсе, а фактически санкционировал? Ну, вы знаете, я давно не верю в сказки, что президент что-то случайно узнает из средств массовой информации. Потому что я точно знаю, я точно знаю, что ему каждый день, каждый готовит свою часть информации. ФСБ свою, МВД свою, там, финмониторинг свою, это свою. Пресс-служба... Пресс-служба готовит пачку наиболее важных публикаций, материалов. Каждый день кладет президента на стол. Поэтому он, конечно, человек информированный. И я абсолютно не верю в то, что есть плохие бояре, злые. Есть добрый президент, такой вот, душка, которого дурят, обманывают, которого подставляют, негодяи вот эти его подчиненные. Потому что в любом случае это портрет с изъяном. Либо ты ничего не контролируешь, и, как говорится, кот за порог мыши в пляс, за твоей спиной что-то делают такое, что совершенно непотребное, и это наносит ущерб имиджу страны, вообще всему народу. Тогда ты тоже не президент. Либо, значит, ты просто втихаря все это одобряешь, а на передний план выходят, так сказать, бояре и кричат, ату и хату. Совершенно очевидно, что эти вещи не могут не быть согласованы с главой страны. То есть, получается, за вашу оппозиционную деятельность вас раздавили осознанно, специально и продолжают это делать? Да, но не только меня. И я не последний в этом списке, поверьте. Будут еще герои, я так в кавычках говорю, потому что власть сочла, что если она задавит головку вот этого протеста, я так условно говорю, хотя это неправда, у нас главный, так сказать, инспиратор процесса, это власть и Кремль своими этими неумелыми действиями. Но они считают, что если они раздавят головку вот этого путча, то ничего не будет. То люди, кто-то испугается, кто-то скажет, а, все равно там ничего против ветра, как говорится, не стоит ничего делать, и все равно против лома нет приема. Вот на это и расчет. Такой очень циничный, абсолютно вот такой прагматичный, без всякой морали, нравственности, там, оценки, какие-то там, допустим, там, критерии истины, объективность, законность. Да плевать. Нам нужно, чтобы этим заткнуть рот. Найдите способы. Не можете найти, другие придут, которые могут. Вот и все. И то, что у нас формируются некие методы НКВД сегодня в стране, ну, кому непонятно. Простите за циничность определенную, но, тем не менее, задам этот вопрос. Генн Иванович, в вашем случае может это все закончиться местами не столь отдаленными? Ну, в общем, нет. То есть вы это допускаете? Я думаю, что сегодня можно любого человека взять в стране и посадить, даже не спросив фамилии, имя, отчества. Но вы же будете бороться? Вы же будете отстаивать свои? Я буду бороться, я буду отстаивать. Безусловно, будут работать адвокаты, я еще не решил, кто. Есть у меня несколько номерок, людям, которым я доверяю. Может быть, их будет несколько. Не думал, что я на 56-м году жизни, мне придется нанимать адвоката, который бы защищал меня от обвинений в уголовном преступлении. Как говорится, Геннадожил. У вас хорошее чувство юмора. Да, но неважно. На 56-м году, уже будучи обласканными всякими наградами, медалями, званиями и прочими, я еще буду защищаться теперь от обвинений в уголовном преступлении. А может это касаться ваших родных, близких? Ну, уже касается. Уже касается. Я уже четко вижу. Но пока было морально-психологическое давление такое. Ну, вот, например, сотрудник ФСБ пришел, вручил повестку моему сыну, младшему. Тот с вытрачными глазами прибежал. Не Дмитрию? Не, не Дмитрию, младшему. У меня Дмитрий Старший, Владимир Младший. Видите, я назвал-то как президентов наших. Такое совпадение было. Совпадение. Но в тот момент вы еще не предполагали, что так будет. Когда я говорю, Димка с Вовкой, меня спрашивают, а кого имеешь в виду? Я говорю, своих сыновей. Вот. Поэтому ему принесли. Принесли сестре жены вот это приглашение. Причем не было никого дома. Там требовали, чтобы сын взял. Но я сейчас там не буду закрадизировать дальше. То есть, вообще ужас. На летном поле наряд в составе четырех сотрудников ФСБ офицеров. Что делать, что ли, нечего? Смотрите, сегодня там в Чечне перестрелка. Тут, 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 тут. Да, в Чечне взорвалось. Ну, и держайте туда, ребят, если вот такие прытки. Защищайте честь государства. Защищайте граждан России. А не защищайте режим, который превращает вас в НКВД. Потом вам будет стыдно. Потому что, когда вас спросят, а что вы делали в этот период? Это вы выполняли заплечные работы. А где же совесть? Где законность? Вы кому присягу давали? Народу? Или режиму? Вот пусть они разбираются у каждой своей совести. Да и думаю, что голосование в доме будет очень интересным. Ваши родные и близкие не собираются покинуть пределы России? Они-то не собираются покинуть пределы России. Я уж не знаю, честно говоря. Это ужас, конечно. Да нет, сын не уедет, младший сын не уедет. Никто не уедет. Ну а может быть с точки зрения безопасности, спокойствия нет? Вы не рассматриваете вариант? Почему я должен как заяц бегать от охотников, которые не охотники, а по большому счету бандиты? Почему я должен бегать? Я всю жизнь работал для страны. Я всю жизнь совершал какие-то вещи, жертвовал своими личными интересами. Что мне не предлагали украсть там 100 тысяч нефти? Заработать денег? Предлагали. Что мне не предлагали должности в той же «Единой России» или где-то еще там в правительстве? Предлагали. Не предлагали мне рассматривать возможность стать губернатором? Предлагали. Я просто всегда отвечал тем. Вот со своими взглядами и идеями пойду. Для реформ пойду. А просто так вот обозначать, потому что, ребята, у нас сегодня с вами так, а завтра будет очень плохо. И если мы не породим реальную многопартийность, если мы не добьемся демократической реформы, если мы не поправим МВД, если мы не сделаем нормальный суд, страна рухнет. Неужели вы не понимаете, что мы все равно с вами все потеряем? Но вам же отвечают, что у вас минимальное количество, вы меньшинство. С кем общаться? Ну, извините, уже не меньшинство. Вот опросы того же Левада-центра. Наиболее объективно показывают, что людей, которые готовы поддерживать такие взгляды, такую активность, чуть ли там не 30 с лишним процентов. По крайней мере, в крупных городах. Вы вот искренне вот так считаете, да? Да не я так считаю. Вы же могли спокойно жить, быть депутатом. Грубо говоря, я владел бизнесом, который стоил многие миллионы долларов. Сейчас он в пыль. То есть мои потери многие миллионы долларов. Может быть, вот эта радикальность и жесткость по отношению к власти, это обида в вас, вот, говорит? Чего? Ну, такая мужская обида. А, подожди. Они разрушили компанию, которую вы создали. Они разрушили после того, как это оказалось от их предложений. Ведь прежде, чем эта ситуация началась, ко мне было десяток, там, полтора-два ходоков различных. С вами беседовали. Беседовали, да. Ну, по-разному. Кто-то говорил, да мы все-таки офицеры, да зачем там, давай не будем. Вот, давай мы то-то, давай мы... Я говорю, ребята, да я не против. Но давайте мы все-таки договоримся с властью до каких-то реформ. Потому что, если мы не договоримся, если мы их не начнем, страна обречена. Почему я должен, зная и понимая, что страна обречена, и имея возможность повлиять на этот процесс с точки зрения того, чтобы он не состоялся, почему я должен молчать, почему я должен заткнуться, почему я должен уйти из игры. Я, мне было 30, 31 год, 35 лет, когда приказал долго жить в Советский Союз. В 33 года я приехал в ЦК КПСС и говорю, ребята, хана, Советский Союз может развалиться, срочно меняйте там, в 87-м, в 88-м году, да, срочно нужно менять внутреннюю политику. 19-я партконференция. Да, не, я просто приехал, я просто парень из Коломенской деревни, ну я шучу, в город Коломна, приехал, чтобы высказать свои опасения, будучи молодым сотрудником КГБ. Я говорю, вы что, не видите, что происходит? Я тогда не мог повлиять на ситуациях, вот только так. Меня похлопали по плечу, говорят, слушай, молодец, тебя как звать, Геннадий? Да, молодец, Геннадий, вот такие нам партийные нужны ребята, боевые, переживающие страну. Не волнуйся, у нас огромный политический опыт, мы все чуем, мы все знаем, мы смотрим на три хода вперед, не волнуйся, возвращайся, работай спокойно, живи, занимай такую принципиальную позицию, мы удержим страну. Ситуация повторяется? Повторяется, только в худшем варианте, потому что 91-й год нам обошелся относительно бескровно, хотя так, наверное, цинично говорят, на фоне локальных войн и конфликтов, которые там в Закавказье произошли, в Молдавии и так далее, обошелся только потому, что общество было однородным, все были пионерами, все были в одной партии, у всех была примерно одна и та же биография, у всех не было национальности, у всех не было богатых, бедных и так далее. Сейчас-то это все есть, если сейчас повторится 91-й год, это будет чудовищная трагедия российского народа, нашего народа, а вот вы меня спрашивали сейчас в кулуарах, что не понимают, не понимают, не понимают, если бы власть всегда адекватно оценивала ситуацию в своей стране, не было бы ни революции, ни потрясений, ни гражданских войн, ни свержений, ни переводов, ничего бы не было. Ну я просто всегда действительно задаю вопросы в эфире, за эфиром, принцип самосохранения должен сработать, понимание необходимости изменений. Инстинкт самосохранения, вот опять повторюсь, инстинкт самосохранения не самый сильный в человеке, не самый сильный. Вот человек готов рискнуть, понимая, что он может погибнуть, залезть в какую-то пещеру, на какой-то клад, или нырнуть за этим кладом, там его сожрет акула, или он запутается где-нибудь там в каких-то постройках старого корабля, понимает, что он идет на смерть. Понимали люди, которые там пересекали океан там на авось, что 90 процентов, что они погибнут? Шли? Шли? Значит, был какой-то еще мотив более сильный, чем инстинкт самосохранения. И это, наверное, правильно природой заложено, что инстинкт самосохранения не самый сильный, иначе бы люди не смогли развиваться. Никогда бы не открыли Америку, там, я утрирую. Ну я понимаю. Никогда бы не открыли Северную полюсу. То есть у нынешней власти этого нет? Нет. Или, правильнее сказать, иной инстинкт более мотивирует. Есть иной инстинкт, и очень такой серьезный и понятный инстинкт. Инстинкт стяжательства присущ сегодня огромному числу чиновников, в том числе высокопоставленных, которые рассматривают пребывание власти как единственную, уникальную возможность обогатиться. Обогатиться так, чтобы дети, внуки, правнуки, праправнуки воспользовались этим, вот этим заработком, вот этим доходом. Продолжим общение с Геннадием Гудковым после краткого выпуска новостей. 19 часов 48 минут. Это реальное время. Финам.фм. Сегодня у нас в гостях Геннадий Гудков, депутат Государственной Думы России. Ваши звонки на 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Ваши письма на финам.фм. Там же идет прямая веб-трансляция. Один звонок, одно письмо вот в таком режиме. Мы отработаем до конца этого часа. Надежда пишет. Не знаю, будет ли в сегодняшней программе затронут вопрос о законопроекте, внесенном представителями всех думских фракций, а запретить чиновникам иметь заграничные активы. Но вот мне интересен несколько другой вопрос, пишет Надежда. Кто из наших депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, силовиков имеет двойное гражданство? Есть ли в открытом доступе такие списки? То есть те, кто из наших чиновников присягал на верность другому государству. Я бы сказал, пишет Надежда о том, как это согласуется с правовой точки зрения, с нынешним статус-кво государственного слушающего. Что-то известно, Валерий Иванович? Ну, про депутатов неизвестно. Распространяется в СМИ информация, например, что руководитель компании Ганвор или Ганвор. Гунвор. Гунвор. Ну, какая разница? По-английски читается Ганвор, Гунвор. Он якобы гражданин еще и Финляндии. Вот насколько это достоверно, мне сложно сказать. Но я думаю, что на всякий случай вид на жительство есть у многих чиновников или у членов их семей, потому что они прекрасно понимают, насколько Россия рисковая, насколько она неустойчивая, насколько она подвержена кризисам, всяким волнениям, что на всякий случай, конечно, держат активы там. Почему наша элита боится списка Магнитского? Ну, казалось бы, ну, хрен с ним приняли. Вот я последний раз был в США в 2003 году и не сильно, так сказать, умер по поводу того, что он не был там за эти последние 9 лет. Дело не в этом. Дело в том, что ведь у них там все. Семьи, квартиры, активы, счета. И они боятся, что сейчас к списку Магнитского, аналогичный список Аля Магнитского, примет Европейский Союз. А это катастрофа. И, вы представляете, все, так сказать, перевели. То есть, их беспокоят не Соединенные Штаты? Не только Соединенные Штаты, а именно страны Евросоюза. У нас же огромное число людей в Соединенных Штатах Америки специально, например, отправляют своих детей, чтобы они там рожали внуков, потому что они автоматически получаются гражданами Соединенных Штатах Америки, если пожелают. Огромное количество там школ, лагерей языковых и так далее. И там очень много людей живет, наших родственников, чиновников. Посмотрите, у нас в Монако там рябит от наших фамилий, хотя там цена квартир там запредельная, там десятки тысяч евро квадратный метр и так далее. Во всей Европе, в самых дорогих, престижных местах везде наши фамилии, наши яхты, наши причалы, наши виллы, наши дворцы, наши русских россиян. И это все, люди ведь не собираются здесь жить. Они отправили детей туда. Там правопорядок, там нет наркотиков, там нет таких идиотских, там нет таких полицейских коррумпированных, типа там Евсюковых, с пистолетами бегающими по универмагам. Там все нормально. Поэтому они здесь, распиливая и откатывая, семьи свои держат там. И вы представляете, если еще им визы не дадут. Это же все, жизнь не трагедия. При этом они же еще нас учат быть патриотами своей страны. Как в анекдоте, Юра, я не буду повторять там начало. Вы помните, когда Бобочка увидел, застал там, по-моему, за чем-то не очень таким хорошим, сказал, эти люди запрещают мне ковыряться в носу. — Да, Геннадий Гудков, «Реальное время Финам.ФМ». Добрый вечер, вы в эфире. Что у нас со связью? 65 10 99,6, код Москва 495, финам.ФМ. Да нет, ну сейчас я надеюсь, что все получится. Добрый вечер, вы в эфире. — Сучу. — Алло. — Добрый вечер, Дмитрий. — Да, Дмитрий. — Вопросик такой, не знаю, не насколько серьезный. Вот, Геннадий Владимирович, помните, вас призывали, вас же, по-моему, призывали сдать мандат, да? — Ну. — А вот, вот как поступил недавно Навальный, он первый пошел в атаку, выкинул информацию. — Кто поступил, не понял? — Навальный. — Поторил информацию Химстонерского по поводу Бастрыкина. А может быть, вам огорошить своим поступком и сдать мандат? Ребята, а мне теперь лишать нечего. Я честно. — Вы знаете, я думал, действительно, от этой ситуации, просто вот так сказать. Но это было бы, наверное, очень нехорошо по отношению к моим товарищам и к тем, кто готов продолжать борьбу. Это вам честно скажу. У меня мысль такая была. Она у меня была даже и в прошлых думах. Потому что, ну, действительно, неэффективно быть в оппозиции и люди-то не понимают. Но вот сегодня, когда эта борьба достигла достаточно серьезной такой острой фазы, я думаю, сейчас бросаться мандатом нельзя. Не потому что я держусь за место в Госдуме. Мне предлагали, уж извините за цинизм, места более теплые, хлебные и денежные. Но я считаю, что это трибуна для разоблачения того, что делает определенная часть людей во власти. То есть продает страну. И та же моя речь 18 ноября, которая получила, как мне сказали компьютерчики, несколько миллионов просмотров, наверное, люди, которые прослушали, и они, наверное, не просто так это делали. И не потому что там... Они, наверное, с этим согласились. То есть несколько миллионов людей, они знают теперь, что представляли из себя выборы 4 декабря. В декабре вообще что из себя представляет избирательное законодательство и система? Тут есть и плюсы, и минусы. Да, я с вами согласен. Такая мысль мне приходила. Но уж вы не знаете, почему я, может, что не делаю? Сейчас требуется мне сдать мандат только вот эти тролли и ядросы. Их тролли. Поэтому, по-моему, у них это мечта лишить Гудкова мандата, чтобы лишить его парламентской трибуны, лишить возможности говорить то, что на самом деле со страной происходит. Я вот вам задал этот вопрос и за эфиром, но я задам его и в эфире. Может быть, вас воспринимают как врага, как предателя? Мне рассказывали о том, что, в общем-то, в той системе координат, которую вы лучше меня знаете, безусловно, есть белое и черное. Есть свои, есть предатели. Может, вы стали предателем? Я думаю, что те, кто воспринимает меня предателем, предли идеалы тех спецслужб, которые служили всегда Родине. Да, в нашей периоде есть черные страницы, когда служили режиму, но все-таки большая часть сотрудников служила Родине, народу. И подвиги совершали, и жизнь клали на алтарь. Несмотря на все черные страницы ВЧК, КГБ, там было очень много людей, совершавших реальные подвиги, жертвовавших своей жизнью. И вот те, кто сегодня меня разменивает, офицерскую честь, доблесть на теплые места, на возможность там крышевать, на возможность выполнять заплечные задания, я думаю, что это по-подлому. Там действительно много ребят работает и сейчас, и ФСБ, и МВД, которых еще слова честь доблести, она не пустой звук. Но очень много и тех, кто сегодня вообще не понимает, что такое совесть, что такое мораль, что такое нравственность, а зачем это, что такое законность. Ну, как вот можно действовать по указанию начальства, а не по закону? Мне объяснить, если совершенно четко понятно, что эти указания начальства являются грубейшим нарушением российского закона. Как меня может Маркин упрекать нарушение Конституции, после того, как его шеф везет журналиста в лес, и везет с ним беседа, после чего он уезжает сам за рубеж и его семью вывозит. Это мы говорим о нарушении Конституции. Как может Маркин меня упрекать нарушение Конституции, когда уважаемый некоторыми товарищами Бастрыкин в прямом эфире центрального канала телевидения говорит на всю страну следователь. Ты почему закрыл дело? Слабак? Вот пока я не решу, что нужно закрывать, не имеешь права закрывать. Речь идет о деле Навальном. А ведь написано в нашем законе, в Конституции написано, в процессуальном уголовном процессуальном кодексе написано о том, что следователь является абсолютно независимой процессуальной фигурой. Им никто не может командовать. Ни Бастрыкин, ни Путин, ни никто. Им командует только закон. Он в соответствии с законом принимает решение открыть дело, возбудить дело или закрыть его, если есть основания. И никто нему не может давать указания. Но это же на всю страну показывается. У нас еще Конституция гарантирована и независимость судов. Независимость судов. Гарантированы личные права. За мной там нарушка, прослушка и прочее, прочее. Что не видит Бастрыкин, не видит Маркин, что творится. И они говорят, и эти люди запрещают нам ковыряться в носу. У меня все время эта фраза звучит после этого анекдота про Бобочку. Честно говоря, я просто, я в шоке. Я в шоке. После того, как мы знаем, что там 10 раз закрывались дела по Кущевке, в том числе Следственным комитетом, мы говорим о каком-то там правосудии, о каком-то там объективности. Нет страшнее врага для власти. Вернее, они же от имени государства, от народа. Для народа нет страшнее врага Гудкова. Или для власти. Или для режима. Давайте разберемся, кто кому служит. Давайте разберемся, для чего люди погоны одевают. И присягу они кому дают? Будут служить Владимиру Владимировичу и кому-то еще? Или будут служить российскому народу? И клянусь, вера и правда, и так далее. Но текст присяги известен. Чего там написано? Так служите Родине и закону. Служите народу. Геннадий Гудков в реальном времени. А не делите гражданство на своих и чужих. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут? Алло. Добрый вечер. Алексей. Да, Алексей, пожалуйста. Мне очень нравятся ваши эфиры и вообще передачи. Особенно мне нравится наше радио. Жаль, что вы не могли слышать. По 92.0 СН звучали абсолютно противоположные слова представителей Единой России. Некто Владимир Владимирович, я не помню, как его фамилия. Бурматов. Бурматов. Это известный человек, который как раз символизирует агрессию Единой России. Это просто квинтэссенция непорядочности и агрессии в Единой России. Вот вы знаете, и он с точностью, да наоборот, говорил вот то, о чем вы сейчас говорили по поводу своих там отношений, по поводу травли, там всего остального. Ну, это вообще уникально, конечно. То есть, я на самом деле не знаю. Таких у них раньше не было. Но это уникально. Такой ненависти вот никогда в Думе не было. Вот поверьте, я... Ненависти? Ненависти. Ненависти. И ненависти, и вражды никогда не было, как в Думе шестого созыва. Никогда не было. Уж там Жириновский, допустим, с кем-то там лаялся и царапался. Вот. Или там еще что-то. Но никогда вот ни в курилках, ни в коридорах, ни в личном общении это никак не отражалось. Вот я был поражен, когда пришел в Третью Думу. А сейчас вот идет поляризация общества, она идет в Думе. И вот таких бурматовых, а это я считаю именно рицательный, там, Яровых, никогда не было в депутатском корпусе людей, которые вот совершенно искренне ненавидят своих политических оппонентов. И готовы их раздавить и уничтожить даже физически. Была бы возможность, я думаю, что они бы... В руки не дрогнул бы пистолет. Вот. Поэтому, думаю, что это свидетельство того, что гражданское противостояние уже достигает опасных форм. Опасных форм. И неужели непонятно, что на кону Россия, ее судьба, ее история, трагическая история. Зачем нам повторять трагические страницы нашей собственной истории? Дело не в Бурматове, а это он отражает всего лишь наиболее, скажем, зримо отражает те настроения, которые есть в том истеблишменте, который, я считаю, что незаконно находится у власти или удерживает эту власть. И чем дальше, тем хуже. Потому что в ответ на Бурматовщину появляются какие-то другие радикальные движения с другой стороны. И когда крайность исхлестывается, мало не покажется никому. Но вы по-прежнему остаетесь за переговорный процесс? Я по-прежнему остаюсь за переговорный процесс, даже несмотря на чудовищные преследования собственной личной гигантской потери, я считаю, что на кону-то Россия. Нам сейчас можно, как говорится, о своих личных потерях и проблемах и переживаниях подзабыть. Надо подзабыть. И попытаться найти какой-то алгоритм, который бы сохранил стабильность в стране по-настоящему. Не кладбищенскую стабильность имени там, не знаю, кого, а вот настоящую стабильность, при которой все-таки... Мы же самые недоразвитые в политическом отношении страна. Мы же по этому параметрам там... Ну, сейчас я даже почитаю сообщение. Афганский парламент выносит вотом недоверие там министра внутренних дел. Я так думаю, ёпо РСТ. Афганский парламент, который там кланы, тейпы и так далее, занимает, в общем-то, нормальную, позитивную позицию, как любой там европейский парламент, который там наказывает слуг исполнительной власти, министров и так далее, должностных лиц за то, что они неправильно что-то делают. А у нас же это ужас какой-то, парламент. Это же вообще, так сказать, просто хуже, чем канцелярия в правительстве, которое штампует вот эти номера регистрационные на документах. Это же ужас чего. Поэтому всё это опасно, понимаете. Я готов забыть, а не обиды, я готов забыть то, что было, если действительно начнётся переговорный процесс, потому что спасение России значительно более высокой и важной задачей, нежели разборки между различными там политическими структурами. Это, я думаю, что это абсолютно неправильно. Вот надо об этом думать, потому что, ещё раз подчёркиваю, вот он сейчас сидит там на своей кафере, там сидел на своей кафере Бурматов, он не понимает, что он не видел этого, он моложе меня, он не видел 91-го, он не видел 93-го, да мы были в полшаге от гражданской войны, не было поляризации силы, вот всё, что нас удержало. А люди экстремистски настроены были, и тогда могла возникнуть свалка всеобщая. Там невозможно было понять, кто прав, кто виноват. Вот когда там 19 августа, с одной стороны там такая группа, с другой такая, тех же самых людей, которые мы вчера ещё видели на общей трибуне, на общих съездах партии. За кого? За красных или за белых? За селёных или там за каких-то голубых? Ну, за кого идти? Вообще непонятно. Когда гражданская война начинается, гражданские экономики, там вообще непонять невозможно. Я разговаривал с сотрудниками, я знаю все эти истории. Я ведь знаю, как там, сколько смертей случайных было. Случайных. Понимаете? Вот в этой неразберихе, это кровавая неразбериха, вот, допустим, у меня один сотрудник воскопоставленный, ОМОН, он сейчас уже на пенсии рассказывает, вот они охраняют Белый дом, едут мужик с сыном на москвиче, их останавливают, они едут, документы, поставили их там, в сторонках, и на них какой-то там ОМОН, не помню, как подразделение с какой-то там, то ли Курской, то ли Тульской области, наставляют автомат. В этот момент хлопок. Ну, кто-то, то ли петарда, то ли что-то ещё чего. И у него с этого инстинктивное движение нажимает на курок, и очереди срезает этих двоих. Всё, насмерть, обоих. Случайно, он не хотел. Это вот обстановка, вот это его такое, предгрозовая. И вот, допустим, эти два трупа, эти две жизни оборванные, они на совести кого? Таких случаев, когда начинается гражданская потасовка, их сотни тысяч и десятки тысяч. Неужели мы не обладаем разумом? Неужели мы не можем встать один раз над своими шкурными материальными интересами, над своими там какими-то обидами и разборками для того, чтобы сделать для страны что-то, для народа? Это Геннадий Гудков, Геннадий Иванович. Спасибо огромное. Реальное время. Финам.ФМ. После краткого выпуска новостей. Итоги дня.